Дабл-твист на батуте и дорожке. Могилёв принимает юных фристайлистов Беларуси, Казахстана и Латвии. Ким Йон Бин, футбол, кодекс чести и бронза чемпионата мира по тай-квондо. Со всем этим разберёмся через несколько минут. Играть в Ярославском локомотиве, войти в число лучших на юношеском чемпионате мира и в свои 17 лет поехать на драфт Континентальной хоккейной лиги. О юном и перспективном хоккеисте из Могилёва расскажет и покажет Спорт-М. Это программа Спорт-М, Спорт Могилёвской области. И прямо сейчас мы расскажем вам о главных событиях. Приветствую вас. Международный детский турнир по прыжкам на батуте и акробатической дорожке несколько часов назад взял старт в Могилёвском дворце гимнастики. Соревнования, которые носят громкое название Дабл-твист и собирают большое количество участников, будут, как обычно, богаты на яркие выступления. В этом возрасте, в общем-то, и начинают обучение именно сверхсложных элементов на прыжках на батуте. Но также, наверное, в этом возрасте начинают они выезжать на Европу, мир. Это первые старты международные. И, конечно, так, как они пройдут психологическая подготовка, это очень важно, потому что не каждый с этим справится. Но мы тоже к этому готовим их. И стоит отметить, работают успешно. Это показало первенство Европы, что завершилось на днях в Португалии. Призёров и победителей континентального форума как раз и можно увидеть в Могилёве на Дабл-твист. Всего же здесь ожидают выступления около сотни ребят в индивидуальных и синхронных упражнениях. Приехали спортсмены из Латвии, Казахстана и со всех областей Беларуси. С одним из участников соревнований мы и поговорили перед самым стартом. Начали с результатов первенства Европы. Работали в команде с фитильскими парнями, с двумя, с одним Гродненским. Вместе собрались, сделали своё, но и заняли второе место. Ожидал от себя такого результата? Ну, честно, нет. Что здесь собираешься показать? Ну, тоже свою программу. Немножко ещё её почистил, немножко добавил сложности. Тоже собираюсь показать своё. Увидеть сильнейших спортсменов можно будет в пятницу с 11 часов. В это время во Дворце гимнастики стартуют финалы. Детский настольный теннис в Могилёвской области – один из самых популярных видов спорта. Это доказывает многочисленные соревнования, которые по традиции принимает спортивный комплекс «Олимпиец». В эти дни «Олимпиец» принимает международный турнир «Надежда-2014». В пинг-понг играют мальчишки и девчонки в возрасте 14-16 лет. Для некоторых из них это первый серьёзный турнир в карьере. Для других мастеров «Малой ракетки» возможность повысить спортивный разряд. В пятницу здесь пройдут финалы. «Спорт-М» назовёт имена победителей и призёров уже в следующем выпуске программы. Владик! 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 О Владике можно было бы сказать обычный бобруйский семиклассник, гимназист. Если бы не одно «но». Он бронзовый призёр чемпионата Европы под «Хэквондо». Чемпионат Европы, который проходил в Голливуде в Минске 6-14 апреля 2014 года. Команда была представлена из бобруйского участников 4 человека. Ну, спорт мы все знаем. Бывает, повезёт, бывает, не повезёт. Ну, у нас один из наших спортсменов в возрастной группе 12-13 лет, Влад Жук, занял третье место. В «Хэквондо» Влад пришёл из футбола. Привлёк мальчика, по его словам, кодекс чести бойца. Но сам чемпион своей бронзой не очень доволен. Самым сильным был мальчик из России, которому я проиграл во втором бою. В втором бою я выиграл, а во втором бою я проиграл. Что ты чувствовала? Я чувствовала немного разочарование, потому что я понимал, что я мог лучше, что я мог, может быть, в какой-то ситуации немного его выиграть. Ну, я буду стараться, и я думаю, на следующий момент я буду немного лучше. По словам его тренера, высокими результатами в спорте спортсмены белорусы, в обручане в частности, во многом обязаны выдающемуся корейскому мастеру Ким Йон Бину, неоднократному чемпиону мира, который сейчас живёт и преподает в Минске, но начинал в Беларуси, а именно в Бобруйске. Он один такой на всю страну. Дмитрий Буйницкий в свои 17 лет успел поиграть в Ярославском локомотиве, стать одним из лучших игроков юношеского чемпионата мира по хоккею, который завершился в воскресенье, а уже через две недели его ждёт драфт континентальной хоккейной лиги. Интервью с юным хоккейстом из Могилёва смотрите прямо сейчас. Начал я заниматься лет в пять, наверное, а до этого вообще ходил всё время с отцом, он играл в любительской лиге, ну, как бы всё время смотрел, ну, понравилось и решил попробовать. Ну, понравилось и стал заниматься. Ты сразу стал нападающим или когда взрослел, менял позиции? Ну, вообще хотел стать ротарём, но отец был против, стал сразу нападающим и всё. Ну, а помнишь вот первые дни, первые тренировки, которые ты пришёл в пять лет, что-то в памяти осталось? Ну, да, катался вдоль бортика, вот, возле лавочки, держался за бортик просто. Вот, ну, и потихоньку начинал там, ну, без борта потом кататься и всё. Потом с отцом, ну, всё время ходили на массовое катание, там у меня учил, там показывал. Как оказался в России, когда, это 13 лет было, да? Да, там, был на турнире за СКА Петергоф. Ну, то, что СКА приглашала на просмотр, вот, и оттуда позвал локомотив. Вот, к себе, ну, попробоваться. Было три выбора, Витязь, СКА и локомотив, и, ну, всё-таки я дал предпочтение локомотиву, вот. Отыграл там два сезона и приехал динамошинник. Ты в этом сезоне будешь продолжать играть за динамошинник или же будешь искать уже какие-то другие пути? Пока не знаю ещё. Ну, ты был, я к чему, ведь ты был в локомотиве Ярославском, там наверняка, да, тебя же запомнили? Не знаю. Сейчас ближайшие планы поеду на драфт в Питер, вот, там посмотрим, что как будет. На чемпионате мира Дмитрий вошёл в десятку лучших игроков. По системе гол плюс пас набрал пять очков. Но команда, которая надеялась на победу в турнире, в итоге заняла всего лишь четвёртое место. Дважды проиграв и ещё три раза одержав победу над соперниками. Какую задачу ставили уже непосредственно на чемпионате мира? Стать чемпионом. Почему не получилось? Где-то не повезло, где-то недонастроились. Вот, как бы. После первой игры, когда проиграли Норвежсом, ну, уже расслабились. Думали, что, ну, всё, проиграли, как бы, ну, уже не станем чемпионами. На чемпионате мира нельзя игры проигрывать. А там так получилось, что и норвежцы потом ошиблись, проиграли Казахстану. Ну, и вот. То есть, получается, если бы после первого проигрыша извлекли уроки, начали бы хорошо играть, то всё бы ещё можно. Ну, да, хорошо. Приехали бы с золотыми медалями, а так. Четвёртое место. Ну, а если заглянуть далеко-далеко вперёд, максимум, чего бы ты хотел добиться и где бы играть? Ну, я думаю, как и любой хоккеист, каждый хочет играть в НХЛ. Это мечта любого хоккеиста. Спасибо, удачи тебе. И вам спасибо. До свидания. А на сегодня это всё. Это была программа «Спорт М» – спорт Могилёвской области. Смотрите нас на «Беларусь-2» уже в понедельник. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! 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 Продолжение следует...